Приветствую всех на канале ПВЗ Дичь. Сегодня будет жарко, так как я собираюсь качать одно очень горячее растение. Давно хотел за него взяться, но с этими дисбалансными обновлениями все откладывал и откладывал. В общем, главным героем сегодняшней прокачки будет Инферно. Чем меня оно привлекает, так это тем, что я до сих пор не понимаю, какой урон наносится одним огненным вихрем. Ну, то есть цифры я видел, в них указан урон 22 хп, но не указана периодичность, то ли в секунду, то ли в полсекунды, или может еще как. В общем, тут не получится взять таблицу с характеристиками и просто посчитать, сколько в итоге это растение нанесет урона на максимальных настройках. Так что интрига имеется, и оттого будет очень интересно посмотреть, на что же в итоге способен огненный кустарник. Прокачку я начну через пару секунд, за которой, естественно, напомню о телеграм-канале, группе в ВК, где дублирую видео, и, конечно же, о бусте, который теперь чуть ли не единственный мой источник дохода. Подписывайтесь, ссылки в описании. А сейчас устроим прожарку зомби. Сейчас будет жарко. Как всегда, начинаю с самого обычного базового мертвяка. Только сегодня он будет спавниться в центре, чтобы вихрь инферно имел достаточное расстояние на пронос внутри себя зомби. За время своего существования этот вихрь протаскивает зомбаря примерно на три клетки. Урона, наносимого за это время, с лихвой хватает на то, чтобы сжечь первую жертву. А я и еще раз вернусь к расчету урона. Вихрь атакует всего лишь 1,2 секунды, при этом указан урон в 22 хп. Я так и не понимаю, что это за 22 хп, если за одну атаку погибает базовый зомби, имеющий 190. Может быть, внутри кода игры есть какие-то более подробные данные. Кто в этом шарит, проверьте и напишите в комменты. Ну, а мы переходим к следующей жертве. Ею становится конусоголовый. На этот раз я не стал призывать промежуточное звено в виде какого-нибудь некроманта, сразу же перешел к бронированному базовому, и его инферно тоже легко испепеляет даже без прокачки. То есть теперь становится уже совсем интересно. 560 хп одним разом. Сколько же раз по 22 хп за одну секунду наносится урон внутри вихря? Не понял. А как насчет расхитителя гробницу, которого 760 хп? Если честно, я так давно не использовал инферно в игре, что не представляю, какой будет исход. А исход оказался не в пользу растения. Это первый зомби, которому удалось пережить одну атаку. Стало быть, нам нужно повышать уровень. Повышаю я по стандартной схеме 4-7-10. Сейчас, соответственно, растение на четвертом левеле, которого вполне хватило для того, чтобы поменять результат сражения с расхитителем на противоположный. Теперь уже растение празднует победу. Обычно дальше я использую задиру, у которого 1100 хп. Но в этот раз решил подключить октозомби с его 910 хп. Подключил, надо сказать, не зря, ибо этот нелицеприятный гражданин выжил. Так что у нас повод для второго повышения уровня. Кстати, для меня есть еще одна загадка с инферно. Я всегда думал, что у этого растения фиксированное долгое ожидание первой атаки после высадки. Но на самом деле ожидания постоянно разные. Сейчас было настолько долгим, что октозомби чуть было не успел бросить осьминога. Не успел, ну и дурак. Сам виноват, а инферно на этот раз побеждает. Вот теперь пришло время задиры. На самом деле у меня есть сомнения насчет того, что сейчас получится его убить. Уж очень слабенько прокачался куст с первого на четвертый уровень. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Ладно, на седьмом растение действительно оказалось лучше, чем я думал. По крайней мере, задиру удалось сжечь с первого раза. Ну что ж, может тогда и ведроголового осилим. У него скачок относительно задиры на 190 хп. Такое среднее повышение прочности для этой стадии прокачки. Инферно опять чего-то ждет. Наконец-то вихрь появляется и, видимо, не зря кустарник мешкал. Все дело в том, что убить ведроголового не получилось. Пережил он первую атаку, но видно, что держался из последних сил и даже руку одну потерял. В общем, ставим 10 левел. Первый способ прокачки дошел до своего максимума. Уровни мастера я пока не считаю. Появляется зомби и вот видели, на этот раз куст атаковал почти сразу. Ну, оно и понятно. Теперь стесняться нечего, ведь мощности торнадо на 10 левеле вполне хватает, чтобы убить мертвяка с ведром на голове. Подайте кого-нибудь попрочнее. Например, и египетского фараона. Этого инферно атаковать явно не спешит. Неужели есть опасность поражения против следующего же зомби после повышения уровня? Я в это отказываюсь верить. И правильно, потому что фараон превратился в пепел вместе со своим саркофагом. Правда, такое чувство, что вихрь сжег его уже на исходе своего существования. Срочно хочу опровержения своих пессимистичных мыслей. Спокой, спокой. Без паники! А тут еще, как назло, следующим зомби является рыцарь. Скачок прочности между прошлым мертвяком и рыцарем из темных веков целых 300 хп. Смотрю с замиранием сердца. Да, инферно справилась. И такое чувство, что как будто бы запас еще большой. Фараон меня ввел в заблуждение. Мне даже показалось, что следующего подопытного огненный куст тоже осилит. А следующий у нас юрский динозомби с броней из черепа. У него всего на 200 хп больше и они его не спасли. Тут я уже оказался прав. Идем дальше. Ай, черт с ним, я чего-то поверил в инферно и ставлю на то, что римского центуриона тоже удастся победить без дополнительной прокачки. Ну что, кто тут батя? Я оказался прав. А почему? Потому что я умный! Но, если честно, дальше я уже не рискну делать такие громкие заявления, потому что с кирпичеголовым справиться будет гораздо сложнее. Вот только не для инферно на 10 левеле. К моему удивлению, скачок в мощности этого растения с 7 на 10 уровень оказался гораздо больше, чем при предыдущих повышениях. На 7 уровне мы не могли убить ведроголового с 1290 хп. На 10 одолели кирпича с 2390. Как по мне, результат уже хороший, но давайте проверим, хватит ли этого для задиры ветерана. Не каждое растение, имея прокачку только уровней, сможет одолеть задиру одной атакой. Я уже даже говорил в ранних видео, что считаю победу над кирпичеголовым только повышением уровней хорошим показателем. К сожалению, задира выжил. Но обратите внимание, он погиб буквально от следующего же касания вихря. Так что там здоровье осталось, как кот наплакал. Но, тем не менее, качать дальше нужно. И чем же я буду это делать? А все просто. Инферно является тем растением, у которого суператака представляет собой усиленную обычную атаку. Меня это очень радует, потому что можно просто начать давать подкормку и прокачка продолжится. Ну, сейчас задири явно достанется. Время действия вихря от ульты больше, чем в два раза. Так что зомби придется целых 5 секунд находиться в эпицентре огненного торнадо. Естественно, с огромным запасом Инферно побеждает. Тут, я думаю, потенциал еще очень большой. Я готов убить всех. Настолько большой, что я даже не стал проверять робо-конуса. Но что там его 30 дополнительных хп относительно задиры? Лучше сразу взять гарга и снова я не прогадал. Даже этот громила не смог пережить ульту Инферно на 10 левеле. Задача минимум достигнута, причем достаточно рано. У нас еще есть куда расти. Теперь уже повышение прочности врагов измеряется не сотнями хп, а тысячами. Римский гарг это вам не шутки. Вихрь его подхватывает, заставляет выбросить импа, но сам переросток оказывается жив. Он действительно смог перетерпеть всю атаку. Тут я уже немного расстроен. Все-таки казалось, что есть потенциал на уничтожение этого врага без еще одного усиления. Но раз это не так, то пришло время мяты. Сразу скажу, не волнуйтесь, огонь на лужайке никак не влияет на чистоту эксперимента. Он не наносит урона, а является просто бутафорией. Зато Инферно точно получает усиление отмяты, результатом которого стало уничтожение римского гарга одной супер-атакой. На этот раз он едва успел бросить импа и сгорел. Ну а нам теперь нужна цель попрочнее. И вот тут мы сталкиваемся с огромной проблемой прокачки именно Инферно. Да, шокирующие новости я вам расскажу. В игре больше нет зомби, которые были бы прочнее римского гарга и при этом подвергались бы полноценной атаке Инферно. И эти, и все три генерала, и зомбосс, все они получают мизерный урон от пролета огненного вихря, который их не может подхватить. В общем, сегодня мы не увидим разваливающегося земеха, падающего кардио или разрушения колонны Цезаря. Но при этом у растения потенциал еще явно не исчерпан. Так что я решил закончить начатое, а поможет нам наш старый знакомый мутант Переросток. Так как зомби будет один и тот же, смотреть на него много раз будет не очень интересно, поэтому я решил сделать всего три захода. В первом заходе будет мутант, у которого 18,5 тысяч хп, что является эквивалентом самому слабому зомботу. И вот с таким переростком Инферно в нашей текущей комплектации без труда справляется. То есть выходит, что любой генерал на месте данного зомби был бы испепелен, если бы не имел иммунитета к отталкиванию. Можно уже сказать, что Инферно имеет солидную прокачку, но это еще не все. Во втором заходе я повысил количество здоровья зомби до 27 тысяч хп. Это уже равно среднему зомботу, например у дракона из темных веков именно столько. Он-то и вышел победителем из схватки с Инферно. Так что в ход сейчас пойдет последнее усиление, а именно уровни мастера. По идее должен сейчас зомби выбросить белый флаг, ведь даже в прошлый раз у него отвалилась рука, и при этом его еще какое-то время прожаривало в вихре. Да, исчезает искусственно увеличенная текстура, а сам мертвяк превратился в пепел. Инферно отнимает 27 тысяч хп. Остается последний заход, который даст ответ на главный вопрос. Были бы шансы у Инферно убить самого прочного зомбота в игре одной атакой, если бы она полностью на нем работала. Таковым зомботом является акула из пляжной волны, у нее 54 тысячи хп. К сожалению, они позволяют выдержать самую мощную атаку Инферно. Руку оторвать удалось, а вот на большие мощности не хватило. Причем затем по зомби прилетело еще несколько обычных атак, и он все равно остался жив. Я в итоге провел эксперимент и выяснил, что предел максимального прокачивания вихря Инферно где-то в районе 33 тысяч. Что, конечно же, тоже совсем не дурно, особенно для достаточно старого растения не из числа последних дисбалансных монстров. В общем, по-моему, прокачка удалась, и если так, то ставьте лайк. А если нет, то можете влепить дис, чтобы дед лучше старался. Не забывайте подписаться на Телегу, группу в ВК, где дублирую видео. Ну, если деньги жмут карман, оформляйте подписку на Бусти. Я же говорю вам, увидимся в следующей дичи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!